Малый Ярославецкий район Малый Ярославецкий район В минувшем году Малый Ярославецкий район стал новатором в производственной сфере. На территории района в селе Калантай открылось уникальное предприятие по производству креветок. Акваферма начала свою работу еще в прошлом году. Это время ушло на адаптацию зарубежных практик и технологий. А сейчас первые калужские креветки уже начинают распространяться по стране. Уникальный проект удалось реализовать при поддержке правительства региона. И подобные уникальные производства на территории Малый Ярославецкого района успешно реализуются не первый год. Мы производим сегодня уже как аквакультуру и рыбу в большом количестве. Есть несколько предприятий. Возвращаясь к креветке, конечно, это ценный продукт. Одно из крупнейших предприятий района «Агресовгаз» вышло на новый уровень. И к производству металлоконструкции добавило линейку по производству кирпича. Завод рассчитан на производство 20 миллионов кирпича по году. Месяц, как запустились, обрабатываем технологию. Продажа приступна в следующем месяце. Получил и новую жизнь Малый Ярославецкий молочный комбинат. Отремонтированы цеха, созданы рабочие места. Сегодня молочный комбинат выпускает до 5 тонн сервисных сыров в сутки. А уже весной здесь планируют расширить производство и ассортимент. Все это лишь малая часть той базы, которая заложена в минувшем 2017 году в благосостояние региона. Эксперты отмечают повышение притока инвестиций в экономику района, в том числе и в его агропромышленный комплекс. Малый Ярославецкий район устойчиво занимает одну из лидирующих позиций в агропромышленном комплексе региона. Здесь реализуется областная целевая программа развития сельского хозяйства и рынка сельскохозяйственной продукции. В районе работают 5 комплексов по производству молока. Продолжает свое развитие региональная программа 100 роботизированных ферм. О развитии местного агропрома можно судить по ярмарке «Дары земли Малоярославецкой». Она собрала как крупных фермеров, так и владельцев личных подсобных хозяйств. Покупаем Калужское – еще один областной проект, на котором достойно представлена продукция Малоярославецкого района. Благодаря этой акции налаживаются рынки сбыта сельскохозяйственных товаров не только в Калужской области, но и за ее пределами. Огромная работа в Малоярославецком районе проводится в сфере благоустройства. Возраст большой части жилого фонда требует срочного ремонта этих зданий. Здесь на помощь району пришел фонд капитального ремонта, с которым Малоярославецкий район тесно сотрудничает. Первоначальное недоверие жителей к работе фонда меняется. В этом году удалось собрать 65 миллионов на ремонт зданий. Я надеюсь, что те поселения, кто уже увидел капитальные ремонты в своих соседних домах, в этих поселениях ситуация будет меняться. Один из самых дорогостоящих пунктов программы – замена лифтов и лифтового оборудования. И тем не менее, процесс идет, и лифты, прислужившие десятилетия сверх срока, сегодня заменяются на новые. Сейчас мы по программе фонда замена идет в Калужской области, 118 единиц мы меняем, вчера сдали лифты в Кременках, сегодня сдаем здесь, в следующей неделе сдаем 56 единиц в городе Калуге. Фонд капитального ремонта приходит сегодня не только в большие населенные пункты, но и в отдаленные уголки района. Мы ни про кого не забываем, мы даже в таких отдаленных уголках, как Прутки, как Захарова, где-то еще дальше, никого не забудем. Будем ремонтировать все многоквартирные дома, включенные в программу. Центральная районная больница не перестает держать руку на пульсе района. Сотни пациентов ежедневно приезжают сюда на обследование и лечение. Десятки тысяч вакцин было закуплено в 2017 году, чтобы провести вакцинацию от гриппа и других эпидемиологических заболеваний. В этом году здесь открылся необычный кабинет. Он находится в стационаре детского отделения и является скорее эмоциональным лекарством, нежели медикаментозным. Эта детская комната отдыха стала настоящим народным проектом. По воле сердца жители Малоярославца помогали средствами на ремонт и покупку мебели. Что касается рисунков, то это творчество детей местной художественной школы. Предметом гордости районной поликлиники в 2017 году стал офтальмологический кабинет, оборудованный современной техникой. Жители Малоярославецкого района смогли отказаться от изнурительных поездок в Калугу и Москву. Здесь есть все. От многофункционального проектора знаков до авторефрактометра, который используется для объективного исследования клинической рефракции глаза. Культурная жизнь района богата так же, как и его история. Именно ей были посвящены многие мероприятия, прошедшие в минувшем году. Ильинские рубежи стали тем местом, где будет сниматься фильм о знаменитом сражении под Москвой. Это все наша с вами память, которую надо показывать и о которой надо говорить, прежде всего, детям. Премьера еще одного фильма состоялась минувшим летом в Малоярославце и в селе Недельном. Недельная. Первые километры войны. Так называется картина, которую продюсер и автор идеи Ольга Лаптева посвятила своему деду, который жил в Недельном и прошел всю войну. На мой взгляд, мы поймали последнюю живую связующую нить времен, потому что они последние, и после них уже никто не расскажет ничего. В Малоярославецком районе шли тяжелые бои, и каждый год поисковые отряды находят все новые и новые захоронения солдат. С почестями предают героев земле в братских могилах. А День Победы всегда был и будет поистине всенародным праздником. Выставки, концерты, фестивали, культурная жизнь района не замирает ни на день. Но одним из центральных событий прошедшего года стал фестиваль наций, который был придуман в Малоярославецком районе и прошел здесь уже во второй раз. Все больше внимания в районе уделяется развитию сельского туризма. Это и повышение интереса населения к родному краю, и привлечение туристов из других областей, и дополнительные инвестиции, и рост экономики. В то же время огромное значение здесь имеет работа с подрастающим поколением. Одним из ярких примеров развития сельского туризма стал ежегодный детский рыболовный фестиваль в гостях у карпа на озере Мандрина. Ни на минуту власть района не оставляют без внимания подрастающее поколение. Вот уже шесть лет в Малоярославецком районе действует молодежный совет. Он объединяет наиболее активную часть молодежи и действует под патронатом официальных властей. В этом году глава районной администрации выдал удостоверение членам Молодежного совета нового созыва. Молодежный совет Малоярославецкого района перенимает исторический опыт молодежных организаций прошлого – комсомола и пионерии. А те, кто заканчивают школу и вступают в новую взрослую жизнь, имеют возможность лично встретиться с главой исполнительной власти района, задать вопросы, получить на путстве. В последнее время в стране и в Малоярославецком районе в частности активно возрождаются лучшие традиции 20 века, такие как, например, сдача нормативов ГТО. Все, от мала до велика, доказывают, что готовы к труду и обороне. Причем в этом году Малоярославец снова выступил новатором. Здесь поставлен своеобразный возрастной рекорд. Воспитанники детского сада «Синяя птица» сдали нормативы ГТО. Вообще же спортивной жизнью охвачена вся Малоярославецкая земля. Зимой народная лыжня привлекает любителей зимних видов спорта, в том числе и из других регионов. Малоярославецкие хоккеисты, несмотря на недостаток тренировочной базы, регулярно побеждают в ледовых битвах своих соперников. Дни бега, велопробеги, палеотлон, баскетбол, футбол – пожалуй, нет такого вида спорта, который бы не культивировался в Малоярославецком районе. Еще одна особенная гордость района – сельские игры. В минувшем году на Малоярославецкой земле прониклись духом Олимпийских игр 25 команд со всей области. Они состязались в 20 видах спорта, от индивидуальных до командных. В программу сельских игр были включены и чисто прикладные виды состязаний – сборка дарильного аппарата, вождение трактора и другие. На селе есть все условия для того, чтобы заниматься физической культурой. Пример землякам подают и чиновники. На спартакиаде среди команд органов местного самоуправления Калужской области они демонстрировали свои умения в пулевой стрельбе, настольном теннисе, дартсе и плавании. Важнейший компонент жизни настоящей и будущей – образование. В Малоярославецком районе учатся все, даже те, кто учит. Учатся у тех, кто добился наилучших результатов в своей педагогической деятельности. А учителя должны не только успевать за детьми, но и обгонять их. Что мы имеем, чтобы отдать? Один из главных вопросов педагогики, на который стараются ответить учителя, обмениваясь опытом и своими наработками на таких площадках, как Малоярославецкая педагогическая конференция. Эффективность конференции лицом и обоюдной трансляцией опыта, безусловно, будет продолжать. Молодеет педагогический состав Малоярославецких школ. Обновляются и сами школы. За лето были приведены в порядок и фасады, и окна, и внутренняя отделка помещений. Кроме того, Малоярославецкий район попал в профильную федеральную программу, которая позволит отремонтировать спортивные залы, в том числе и в сельских школах района. Что касается первых классов, то они и вовсе предмет особой гордости. Их наполняемость растет из года в год. Ну а те, кто давно уже стал из-за парты, не стесняются проверить свои знания. Жители Малоярославецкого района по праву можно назвать первопроходцами. Пять лет назад они первыми в Калужской области приняли участие в тотальном диктанте. И с каждым годом количество участников акции по массовой проверке грамотности растет. Год 2017 прошел под знаменем экологии. И в Малоярославецком районе прошла череда мероприятий по улучшению экологической обстановки и обязательно с привлечением молодого поколения. Одним из заметных событий стал слет школьных лесничеств. Это одно из самых массовых движений Центрального федерального округа. В проведении лесохозяйственных работ участвует все больше учащихся. Каждый год для них проводятся традиционные слеты. Этой осенью его решили провести на базе санатория Русичи в Малоярославецком районе. Ергеневская школа славится инновационным подходом и позволяет детям развивать свой потенциал, в том числе и экологическое мышление. Именно здесь реализуется много исследовательских проектов. Все начинается с самого начала, с детского возраста. И как раз пример работы данной школы очень уникальный и замечательный, с которым мы познакомились и хотели бы, чтобы все школы Калужской области приняли на вооружение, какая активная работа проводится. Благодаря повышению экологического сознания в районе, дети активно включились в работу по спасению парка Дубки, которому вот уже более ста лет. Природный памятник регионального значения был атакован вредителями. Бороться с ним специалисты начали лет пять назад, а в год экологии к работе подключились школьники со всей области. В результате на заповедных Дубах появилось более 20 авторских скворечников, чтобы привлечь птиц на борьбу с вредителями. Ежегодно весной в районе проводятся субботники, но в год экологии они проходили с особым размахом. В них приняли участие все и школы, и предприятия, и просто жители района, которые ценят чистоту и природу. Многое было сделано, еще больше сделать предстоит. В 2018 году, по примеру других районов страны, Малый Рославецкий район присоединится к президентской программе «Комфортная городская среда». Она позволит обновить и усовершенствовать инфраструктуру. В 2018 году, согласно указу президента России Владимира Путина, в нашей стране стартует десятилетие детства. Главными направлениями этой долгосрочной программы станет поддержка материнства, обеспечение качественного образования и занятости детей и подростков. Многое других, не менее важных и нужных дел предстоит совершить малоярославчанам, благодаря усилиям которых наш район живет и с уверенностью смотрит в будущее. Продолжение следует...